В отсутствие каких-либо макроэкономических данных, а также новостей относительно развития энергетического кризиса в Европе, валютный рынок буквально застыл на месте. Но продлится этот застой недолго, так как в Соединенных Штатах сегодня публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, которые наверняка сдвинут рынок с места. Хотя это не относится к первичным обращениям, общее число которых должно увеличиться на 2 тысячи. Изменения сугубо косметические, так что они никак не повлияют на настроение участников рынка, в отличие от данных по повторным обращениям, количество которых может уменьшиться на 118 тысяч, что является довольно существенным изменением, причем изменением в лучшую сторону. Тем более, что повторные заявки имеют гораздо большее значение, так как влияют на продолжительность безработицы. Так что сегодняшние данные должны в очередной раз продемонстрировать улучшение состояния американского рынка труда. Что, в свою очередь, придает еще большей уверенности в том, что уже 3 ноября ФРС объявит о начале сворачивания программы количественного смягчения. Так что будут все основания для возобновления тренда на укрепление доллара. Что мы видим на графиках в ожидании старта североамериканских торгов. Валютная пара EURUSD следует коррекционной схеме от точки опоры 1.1524, где котировка в очередной раз подобралась к району локального максимума от 19 октября, отметка 1.1669. Несмотря на достаточно существенный восходящий ход, на рынке сохраняется нисходящий тренд от начала июня. Это говорит о том, что действующая коррекция является частью тренда. Если рассматривать локальный максимум от 19 октября как точку сопротивления, то котировка вполне может вернуться на уровне минимума минувшего дня. Основной сигнал к продаже поступит в момент удержания цены ниже значения 1.1620 на четырехчасовом периоде. Этот шаг вполне может указать на смену торговых интересов, что приведет к возобновлению нисходящего цикла. В случае отсутствия удержания цены ниже отметки 1.1620 не исключается амплитудный ход, который приведет к формированию флета. Валютная пара GBPUSD движется в районе сопротивления между отметками 1.3800 и 1.3830, последовательно сокращая объем длинных позиций. Масштаб коррекции от точки опоры на 1.3400 уже составляет больше 400 пунктов. Это достаточно сильное ценовое изменение, но оно по-прежнему находится в структуре нисходящего тренда от начала июня. Тем самым, трейдеры не исключают, что район сопротивления вполне может сыграть финишем для коррекции, относительно которого возникнет смена торговых интересов. В данное время наблюдается давление на покупателей, что в итоге замедлило восходящий ход. Первый сигнал к продаже фунта стерлингов поступит в момент удержания цены ниже 1.3780, что откроет путь в сторону 1.3730. Наиболее значительные ценовые изменения возникнут после удержания котировки ниже района 1.3720-1.3700. Это в перспективе усилит восстановительный ход относительно коррекции. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!